Тон, как тебе матч на скамейке спасных, первый этаж ты смотрел? Как смотрел с матча? На самом деле очень живой, интенсивный. И просто не хватило, мне кажется, какого-то последнего штриха, чтобы забить все-таки гол. Потому что подходы были, мы владели инициативой, поэтому просто не хватило момента, чтобы реализовать момент. Не слишком ли много позвалили в своих ворот? Ну, были пару ошибок, но мы готовились к тому, что ошибки будут, это нормально. Просто самое главное их исправлять сразу же, поэтому хорошо, что не пропустят меня. Как тебе сборная? Отличный сборный, очень лаборитные все ребята, очень инициативные, очень интенсивные такие все. И на самом деле, видно, что хороший уровень, но опять же, мы всегда стараемся отталкивать от своей игры, поэтому больше смотрим на это. Ты не за предматчу тренировку не до конца тренировался, а закончил. Ты вообще знал, что ты выйдешь на этот матч или не знал? Да, мы разговаривали с регионским штабом, и он мне сказал, что сегодня спокойно, лучше завтра где-то больше минуту сыграть. Поэтому я, в принципе, понимал это, да. В втором тайме вышел, забил, у тебя получается 20 матчей, 3 мяча, а сейчас 2 мяча, 2 мяча. Ну, пошло у тебя. Да, сложно сказать, я не знаю. Всегда приятно забивать, конечно же, и тем более дома давно не играли, поэтому при наших болельщиков очень приятно и рад, что победили, наконец. А все равно тебе понравилось, отлично, все болельщики гнали, ну прям чувствовалось, что он дома играет. Чего ты с братом-то говорил во время сбора там? Да, постоянно разговариваем, и там, вот я всегда говорю, что мы созваниваемся после матча, разговариваем, там, какие-то ошибки, ну, так скажем, работа над ошибками, да, происходит у нас. Сейчас сходил вокруг бровки, с Лешей тебя не путали, никто не догонялся там? Не, ну, частенько бывает, как бы, в последнее время такое, да, но... Делай! Не, не путали, потому что, ну, там все-таки на майке написано Анна Миранчук, то есть не Алма.